Этой встречи Алексей ждал более 25 лет, несмотря ни на что всегда верил. Его мать жива, и он обязательно найдет ее. Эмоции до сих пор продолжают волновать Алексея. Ему пока еще тяжело осознать. Его мама вновь рядом с ним. Сегодня они снова вместе. И даже не верится, что разыскать 56-летнюю Татьяну Симонову на другом конце России поможет статья журналистки из Владивостока. Виктории нужно было написать материалы бездомных людях. Все, к кому подходила девушка, отказывались рассказать о своей судьбе. Но в последний момент журналистка встретила Татьяну. У нас как-то очень быстро завязался разговор. Она рассказала мне историю, в которой я прониклась. Она прям до глубины души просто ранила меня буквально. И я решила, что да, такую историю нужно опубликовать. И не просто так, что вот это какая-то такая история, чтобы просто люди посмотрели, что вот есть такой человек. А действительно, что может быть, я как-то помогу. Татьяна рассказала, что много лет назад, когда Алексею было 5 лет, она отправила его домой к бабушке в Вологодскую область. Сама, закончив дела во Владивостоке, куда приехала на заработки, должна была вернуться вслед за сыном. Но встретила мужчину, из-за которого здесь и осталась. С ним она прожила 10 лет. Образ жизни Александра, так звали возлюбленного Татьяны, привел к тому, что после его смерти она была вынуждена просить милостыню. Женщина зимой на улице чистила мусорные контейнеры и отморозила ноги. Брать на работу инвалида никто не хотел. Я хотела устроиться на работу вахтером, чтобы заработать денег и уехать домой. Я очень хочу уехать домой и очень хочу работать, но меня никто не берет. Никто не хочет брать на работу инвалида, мне просто некуда идти. Поэтому и приходится сидеть на улице, собирать понемногу деньги. Рассказала корреспонденту Рия Владнюс Татьяна Симонова. Сумму на билет домой к родственникам Татьяне, по ее словам, накопить не удавалось. Нашлась женщина, которая ее приютила. И встреча с сыном, скорее всего, так и осталась бы несбывшейся мечтой, если бы не интервью Виктории. Материал увидела соседка Алексея. Я как раз на 23 февраля звонил ей, разговаривали, и она мне сказала, что, Леша, ты знаешь, что твоя мама нашлась. Я говорю, как она нашлась? Где? К тете, которая также была на передаче, приезжала милиция, уголовная розы. И они уточняли, то есть поступил запрос. И дальше по цепочке многие откликнулись, чтобы помочь Алексею привезти женщину без каких-либо документов из Владивостока в Санкт-Петербург. Но в итоге встреча состоялась в Москве в эфире программы «Пусть говорят». Буквально за три дня ее авторам удалось доставить Татьяну Симонову в столицу. Алексей очень благодарен создателям ток-шоу. А еще больше журналистке из Владивостока Виктории Брыковой. Позвонил в редакцию «Влад Ньюз». Мне сказали ее номер телефона, я с ней созвонился. Я ей очень сильно благодарен. Это, конечно, девушка молодец. Она тоже с большим сердцем то, что не прошла мимо. И вот взяла благодаря, в принципе, благодаря этой статье все действительно произошло. Анна Бережная, Игорь Болтов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Новости на восьмом.